Сильные духом. Именно так можно описать ребят, которые приняли участие в первой межокружной параспартакиаде. Ее организовала школа для детей с ограниченными возможностями гармонии. Они такие же дети. Они тоже хотят побеждать, они тоже хотят участвовать, они тоже растут и верят в светлое будущее. Поэтому для них это значимое событие, им будет здесь интересно. И потом они соревнуются между детьми именно своей категорией развития. Четыре команды и сто юных спортсменов. Они ограничены по здоровью, но не по духу и стремлению. В зависимости от болезни детям подобрали подходящие состязания. Соревнования прошли в разных дисциплинах. Метание мячей, заезд на колясках, дартс, пресс, бег. Ребята сегодня солнечный день. Получают свои медальки, получают свои награды и радуются за свои успехи. И вкладывают свой труд, здоровье и спортивное состязание в общую копилку празднования Дня Победы на Одинцовском городском округе. На соревнования в Горловке приехали делегации спортсменов из Тучковской и Старогородковской школы интернатов, а также школы Надежда. Хорошая погода, друзья и интересные соревнования. Впечатлений, море. На дартсе, на прессу понравилось все. Мне очень отлично даже. Мне понравилось все, но особенно дартс. Они все были сильные. Ну, самое главное не победа, а участие. В завершении пары спартакиады лучших наградили дипломами и медалями, а победившая команда получила приз и заветный кубок. Но это победа не только детей. Уверены организаторы. Это также победа родителей и их воспитателей. Поэтому и их без внимания не оставили. Всех участников пригласили на чаепитие. За большим столом собрались уставшие, но счастливые дети их родители. Первая межокружная пара спартакиады запомнится надолго.